Добрый день, коллеги. Мы начинаем наш вебинар, который посвящен структурированным и не структурированным электронным документам. Я ведущий эксперт-аналитик Макушев Денис. Добро пожаловать, и мы, пожалуй, приступаем. Что сначала, ну, чтобы не было, не висело это в воздухе наше повествование, сначала, какие руководящие документы есть на нашу тему, о которой мы будем сегодня рассуждать. Самый наш главный закон, который относится ко всему, что передается в электронном виде в Российской Федерации, это закон об электронной подписи, номер 63 ФЗ. Он, заметьте, он от 2011 года, но в него регулярно вносятся изменения. Вот. И последнее изменение было в 23-м году. Поэтому, в принципе, если вы открываете консультант или открываете любую другую правовую систему, вы видите вот ту редакцию вот этого 63 ФЗ от 2011 года, но с последними правками. Поэтому там совершенно все нормально, все правильно. Вот. Потом следующее, что у нас еще есть. У нас закон есть федеральный 149 ФЗ об информации и информационных технологиях. Это тот, который Минцифры выпустила. Он тоже регулярно пополняется, дополняется. Вот. И его тоже нужно смотреть именно последнюю редакцию всегда. То есть вот это второй закон. И есть еще ряд пояснений и приказов ФНС, которые дают разъяснения, вот какие-то дают детализации для того, чтобы нам всем было удобнее работать. И, ну, в первую очередь, понятное дело, чтобы самой налоговой было удобнее работать. Вот. И там какие есть? Там есть у них приказы, которые объявляют, какой формат должен быть у документа машиночитаемая доверенность, какие форматы должны быть у электронных документов, которые называются универсальный передаточный документ, корректировочный документ и все, что с этим связано. Самое главное, что эти стандарты, чтобы было понятно, да, потому что многие путают, что вот эти пояснения и письма ФНС, это не законы. Это всего-навсего письма. И если вы в них обнаруживаете какие-то нестыковки с законодательством, вот, то это вам надо сразу писать запрос в свою ФНС, с которой вы работаете. Вот. Письменный запрос. Не надо стесняться. Многие стесняются писать письма в налоговую. Стесняться не надо. Пишите письмо, отправляете и ждете ответ. Вот. Потому что, когда у вас есть какая-то бумага с ответом, вам гораздо легче будет и внутри организации своей работать, да, вот, и гораздо будет удобнее и легче работать с теми, кто к вам придет вас проверять, и вы покажете эту бумагу, если вы руководствовались этой бумагой. Вот. Но тоже имейте в виду, что эти бумаги ответом ФНС, они тоже не являются законами, да, это просто как бы пояснение на ваш вопрос, да. То есть, в любом случае, если вам что-то не нравится в этом ответе, вы руководствуетесь федеральным законодательством, и есть шанс, что в суде вы будете правы. Так. Что мы... Мы смотрим все-таки сегодня... На этом вот я заканчиваю вот про налоги... Ой, вернее, про законы. Вот. И все, что мы дальше будем говорить, оно идет в рамках вот этого законодательства всего. Ну, чтобы было понятно, да. То есть, мы идем в рамках поля правового, который я обозначил раньше. Итак. Что мы с вами видим на текущий момент? У нас есть два основных вида электронных документов. Мы именно говорим про виды электронных документов, то есть, не говорим о том, что... Какие еще есть там сорта этих документов, да. Вот мы говорим, что есть структурированные документы, есть неструктурированные документы. Давайте мы посмотрим, что это, собственно говоря, за звери такие. У нас структурированный документ электронный, он из себя представляет, что это сущность, назовем это сущностью, в которой есть очень четкий обозначен формат, через который можно удобно читать документ, обрабатывать его машинными средствами и так далее. Дальше у него есть четкие разделы. Эти разделы, зачем они нужны в документе? Мало того, что они несут техническую функцию, они еще несут функцию смысловую, и нам с вами, если мы как люди захотим ознакомиться с этими документами внутри, то мы совершенно спокойно можем по заголовкам смотреть, какие нас интересуют разделы, разыскивать там вспомогательные элементы и так далее. Какие используются форматы для работы с электронными документами, структурированные? Это, как правило, форматы, которые задают разметку. Это XML формат, это формат HTML, но XML это специальная текстовая разметка, HTML это тоже специальная текстовая разметка. В основном HTML формат, он применяется, когда вы сайты открываете любые, то там вот этот достаточно старый формат, и он там применяется повсеместно на этих сайтах. Вот эти стандарты, они обеспечивают работоспособность вот этих документов на любых программах, в любом программном обеспечении. И зачастую это программное обеспечение, оно бесплатное, вот в чем достоинство вот этих вот форматов. Теперь дальше, что у нас еще, какие достоинства у структурированного документа? Так как он структурированный, у него есть четкая структура, там все размечено, мы можем применять для его анализа обычные обработки компьютерные, да, там всяких ботов и прочие автоматы, которые вы можете там у себя в компании создать, которые могут этот документ электронный поступивший разобрать по тем правилам, которые вы знаете, которые объявлены для этой структуры, и извлечь оттуда нужную для вас информацию. Вот, ну и понятное дело, что метаданные в этих файлах присутствуют, метаданные, как правило, привязывает система, автоматически создает и в файл этот определяет. Это нужно для того, чтобы, например, понимать, какая версия формата используется, в каком месте он создан, дату создания, номер и так далее. Вот, и самое главное удобство, которое для нас с вами в нашей работе будет удобно и которое мы должны использовать, это то, что электронные вот эти документы структурированные, мы их можем внутри нашей системы, когда учетные, когда мы загружаем эти документы, мы можем с ними, мы можем извлекать из них любую информацию и делать любые автоматические проверки. То есть, например, не то, что там, как вот бумажный документ, человек берет этот документ, бухгалтер или менеджер и начинают смотреть все разделы и проверять, насколько они соответствуют там стандарту, договоренностям и тому подобному. Мы в системе назначаем правила, по которым этот документ должен проверяться. Система сама этот документ получает, разбирает его на составные части и мы задаем в системе специальные проверочные модули, которые знают, которые мы эти правила как раз таки определяем. И они берут вот этот разобранный документ, они его по этим правилам проверяют полностью и вам в итоге выдают протокол. Это происходит за считанные секунды, вот, и вы получаете исчерпывающую информацию. Причем за считанные секунды может обрабатываться такой достаточно большой объем этих документов, потому что они структурированы. В чем, что такое не структурированный электронный документ? Вот, самое главное, что его определяет, у него нет структуры. Вот, то есть, он поэтому называется не структурированный. То есть, он, это каждый раз некий набор разных файлов может быть. Может быть, разные файлы в разных форматах, да, например, это могут быть тексты, графики, вот, какие-то изображения, PDF-файлы. То есть, вот, все, что угодно может идти в не структурированном электронном документе. Вот, и эти файлы, вернее, эти документы не структурированные, у них есть недостаток, который, ну, который, в принципе, он рабочий, но рабочий недостаток, назовем так условно, да, рабочий недостаток. Но это тот недостаток, с которым можно работать все равно, да, то есть, но единственное, что для него требуется больше ресурсов. То, что они не структурированы, там требуется для того, чтобы его как-то проанализировать автоматически, требуются достаточно уже платные, такие иногда дорогостоящие достаточно системы распознавания, там, какого-то, какой-то графики, да, графических файлов или системы распознавания каких-то, ну, там, например, текстов, да, там, парсинг вот этих текстов и их разбор. То есть, это все гораздо сложнее делается. Вот, и четких метаданных в этих документах, как правило, нет. В чем, что я имею в виду? Например, если это присылается фотография, то я редко видел фотокамеры, в которых, к примеру, поставлена правильная дата и время, да, и в которых правильно поставлено место положения, где это снимается. Это редкие камеры, которые это делают автоматически, только камеры на смартфонах, они сразу берут данные по датам, времени и местоположению из телефона самого, вот, а если эта камера профессиональная, то там, ну, не все фотографы устанавливают там эти даты. Вот, как же мы теперь с вами должны для себя ответить на вопрос, а какими электронными документами в итоге обмениваться? Самое важное, что нужно понимать, что это два вида документов, которые существуют, они существуют не зря, и каждый из них является своеобразным инструментом для работы, и каждый инструмент, он уместен для конкретного применения. Вот, и решают они совершенно свои конкретные задачи. Например, вот, не структурированные документы при всех своих недостатках, они очень хорошо могут, могут применяться и применяются, когда мы через электронные документы оборот, например, захотим кому-то отправить заверенную фотографию. Такая экзотика случается, да. Вот она заверяется электронной подписью, фотография, она пошла. Вот, дальше мы можем также обмениваться видеофайлами, да. К примеру, если мы занимаемся производством какого-то контента, то для того, чтобы нам упорядочить отношения со своими контрагентами, мы можем совершенно четко отправлять эти файлы, например, не через файлообменник, свои произведения, да, а отправлять их через спецоператора, да, через электронные документы оборот, тоже подписанные подписью. И тогда будет понятно, что вот эта сущность, медиафайл, это тот файл, который создан нашими усилиями, да, вот она стоит, наша подпись, и, собственно, никакие фрагменты или еще что-то легитимными не являются после этого. Потом дальше исторические документы есть такая штука, да, вот, они бывают разными, исторические документы, уже можно сказать, что даже некоторые документы в электронном виде, в каком-нибудь TXT формате или в доковском формате, которые совсем старенькие, они тоже могут оказаться историческими, да, там, какие-нибудь 90-х годов документы, созданные на компьютерах, ну, они же есть, вот, их, ими тоже обмениваются. Также можно обмениваться и скан-образами, и PDF-ами, и всем, чем угодно, связанным с историчностью. Вот, ну, и, понятное дело, техническая документация, да, вот тот, кто занимается, если какие-то конструкторские бюро или бюро, которые занимаются проектной деятельностью любой, они могут свои тоже проекты, вот, всю вот эту свою проектную документацию тоже оформлять в виде, отправлять заказчику в неформализованном документе через электронный документ оборот. Вот, то есть, это будет, как бы, ну, когда особенно какие-то сложные, там, отношения, там, да, между подрядчиком и заказчиком, то это, как бы, спецоператор в этом случае выступает неким арбитром. Да, и вот, получается, что какие-то споры о предоставлении, не предоставлении в срок какой-то документации технической, вот, они решаются очень просто, у спецоператора фиксируется с точностью до секунды время отправки. Теперь посмотрим, что из себя представляет структурированный документ, какова его структура, вот, и у него, на самом деле, у каждого документа, какой бы он ни был, вот, это в основном сейчас, хочу сказать, используется при обмене XML документы, да, XML формат, потому что он наиболее распространен сейчас стал в связи с нашими всеми новыми стандартами и подходами к работе, вот, и, ну, он более современный, скажем так, да, и к нему все, и он достаточно демократичный, скажем так, да, потому что XML позволяет в себе, внутри себя теги писать, потом теги мы попозже посмотрим, что это такое, я расскажу, вот, он позволяет теги на русском языке писать, да, то есть, разметку будет, можно писать на русском языке, то есть, не обязательно применять английский, немецкий или там прочие латинские буквы, вот, это все совершенно спокойно переваривается русские буквы, вот, и что значит в нем есть? В нем есть XML декларация, так называемая, мы, вот эти все элементы подробно мы посмотрим чуть попозже, чуть пониже, вот, дальше есть корневой элемент, элементы, то есть теги вот этого самого электронного документа, у этих тегов у них есть атрибуты, иногда, ну, где-то иногда, где-то часто достаточно встречаются, и комментарии, потому что комментарии тоже штука нужная, вот, и мы сейчас поймем почему. И, вот, зная вот эту общую структуру, то, что я сказал, да, мы можем с вами, как люди, спокойно анализировать любой XML документ, хотя он там вроде как машиночитаемый формат, но, еще раз говорю, если мы внутри России работаем, да, то мы там совершенно спокойно можем по-русски делать вот эти теги, и мы сможем его с вами читать совершенно спокойно, вот этот XML документ, как будто бы обычный документ. Ну, только столь уж разница, что он там не будет содержать явных табличных частей, вот, а будут эти табличные части внутри тегов размечаться. Вот, посмотрим поподробнее чуть-чуть, да, вот, для начала вы мне скажете, блин, Денис, зачем ты об этом рассказываешься, это же, ну, это какая-то, ну, нам это как-то тяжело понимать, да, или там это какая-то техническая информация. Но мы вынуждены с вами это изучать, потому что сейчас у нас, когда мы делаем обмен юридически значимыми документами, через электронный документ наоборот, то для, для, с точки зрения закона, документом является именно файл, который XML, XML файл, который подписан вашей электронной подписью, ну, либо там не XML, если не структурированный, да, документ. То есть, вот документом является вот именно тот файл, который вы подписали своей электронной цифровой подписью. Обращаю внимание, не визуализация, которая там в виде PDF, там некоторые, ну, не то, что некоторые, а все спецоператоры практически предоставляют такой сервис, они преобразовывают файлы в PDF, вот эти XML в PDF и вот, как бы, вот в нашу человекочитаемую там форму, к которой мы привыкли, да, там, в виде счета фактуры или в виде торга 12-го или в виде УПД, универсального передаточного документа. То есть, вот, но это на самом деле неправильно, то есть, эти визуализации, и некоторые говорят, вот же документ, и показывают вот эту визуализацию PDF. Нет-нет, PDF этот, он не является документом. Документом является именно XML-файл. И почему я на этом так хорошо остановился и надолго? Потому что вот в моей практике встречаются ситуации, когда, например, вот при подготовке, при конвертации XML-файла вот в этот вот PDF, да, вот в человека читаемый, ну, в привычном нам виду, очень часто, именно очень часто теряется информация из тегов, которые, ну, которые применяются, ну, которые в документе есть, вот, но которые у среднестатистического пользователя их нету, и поэтому, например, спецоператор, они не считают нужным вот все теги, которые в документе есть, их разбирать и их выводить в эту визуализацию. В итоге что получается? Что мы с вами получаем документ в пакете, да, там есть вот этот, там есть вот PDF, который визуализация, и там часть информации утеряна. И у людей начинаются споры и разногласия, вот они смотрят вот в эти PDF-ы. Хотя на самом деле для того, чтобы понять, кто чего исполнил, не исполнил, надо не в PDF смотреть, а надо смотреть вот этот наш, вот в этот наш замечательный XML-файл. Вот. И более того, еще раз говорю, что с точки зрения закона документом является именно XML-файл. Ровно поэтому нам с вами важно уметь читать и понимать вот эти XML-документы, вот эти электронные документы. То есть жизнь сейчас так, жизнь сейчас меняется стремительно, да, все меняется, и нам с вами надо оставаться на гребне, да. И вот мы постараемся сегодня быть где-то на гребне, ну или, по крайней мере, где-то близко к гребне. Давайте теперь посмотрим сами разделы документов, да, вот этого электронного документа, о чем я говорил, да. Начнем с того, что есть вот эта XML-декларация, вот. И в этой XML-декларации, что это такое вообще там, да? Это всегда самая первая строчка XML-документа. Вот если вы его откроете, вы его увидите там сразу, да. Это выглядит примерно так, и вот она пишет как раз, здесь можно даже, ну здесь латиница пишется, но все равно понятно там, да. XML-версия 1.0, да. Кодировка используется в Windows 12.51, то есть стандартная кодировка. Вот она. Вот по сути, вот это некая техническая информация, которая нужна, как правило, вот тем системам, которые занимаются декодированием вот этого документа, разбором, да, вот этого называемого, так называемого, парсит, да, делают парсинг этого документа. То есть вот эта информация нужна для этих систем, для того, чтобы они сразу подсовывали нужные декодеры вот в свою работу. Теперь дальше. Вот. Есть корневой элемент. И что такое корневой элемент? Он, как правило, не то же как правило, а он всегда один, да. То есть корневой элемент – это по сути тег, внутри которого располагается все остальное содержимое документа. То есть смотрите, вот эти теги, кстати, вот то, что я говорил, да, вот он XML позволяет русский язык применять, да, в разметке. И вот они теги. Обратите внимание, они отличаются, да, вот документ и документ. Но у этого, видите, тег, он заключен вот такие вот, он, во-первых, в тег всегда заключен вот такие вот угловые скобочки. И вот который тег просто вот так вот угловая скобочка названия и угловая скобочка закрылась, это так называемый открывающий тег, то есть это начало тега. А вот этот тег, смотрите, видите, у него угловая скобочка, и вот здесь с левой стороны обратный слэш. Не обратный, а прямой слэш как раз-таки, да. Вот. И тут и тоже название этого тега. Вот этот слэш, он обозначает, что тег закрылся. То есть вот все, что внутри вот этого тега, оно должно обрабатываться по правилам, предусмотренным для этого тега. А дальше уже для, будем, там уже остальные теги разбираются по-другому. Сейчас мы к этому тоже подойдем. Но сам главный корневой элемент, он просто показывает, что вот начало документа, вот конец документа. Вот, собственно говоря, это его границы обозначаются вот этим вот корневым элементом. Вот теперь то, что я говорил, да. Вот они сами теги, которые внутри этого корневого элемента используются, да. Они содержат в себе информацию, информацию самого документа. Эти теги содержат, да. И вот как они выглядят, да, эти теги. Посмотрите. Например, вот возьмем этот акциз, да. И вот он, вот он, вот тег открыл, открылся, и тут у него, вот тут информация уже для этого тега, да, что без акциза, вот он, вот он, вот он, внутри этого тега есть тег, еще один вложенный тег, который называется без акциз. И вот тут без акциза, да. И вот он закрылся. То есть, что как бы вот товар без акциза идет. И мы, и вот мы, вот система, которая парсит вот этот вот документ, она сразу там себе в нужное место, она включает, что акциза нет. То есть, ну, акциз не выбирается из справочника. Теперь дальше здесь то же самое про вот эти суммы, да. То же самое мы видим, что вот между вот этими суммами оно как раз-таки все включается. Вот эти теги как выглядят. То есть, обратите внимание тоже, да, вот он, начало тега, вот он закрывает, вот конец тега. И вот внутренность этого тега самого. Вот все, как я и говорил, да. Начало, содержимое, закрытие, закрытие. Так, идем дальше. Теперь дальше. У тегов, у них, вот если вы заметили, вот тут в начале, там, да, вот тут видите, вот этот большой, вот он такой длинный такой, да. Вот это называется для тега атрибуты. Вот эти атрибуты, они позволяют сделать что? Они позволяют документ не делать вот такими и теги, 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 да, сплошные. А они внутри одного тега позволяют создать, позволяют задать его содержимое. То есть, например, вот оно, вот тег, который называется «сведение о товарах». И вот у него вот эти атрибуты, они как раз-таки и учитывают, они как раз и описывают вот тот товар, о котором идет речь. Этих вот, кстати, вот этих вот тегов с атрибутами, да, когда у документа есть большая табличная часть, вот, ну, длинная таблица, например, да, то каждой строке вот этой таблицы будет соответствовать вот такой вот тег с атрибутами, да. То есть, вот каждая строка вот этого нашего табличного документа, она может быть описана и описывается, собственно говоря, вот этими, вот этими атрибутами внутри этого тега. Вот, и вот оно пишет, мы видим, да, с вами, что и налоговые ставки, и сумма налога, и цена товара, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мы вот в эти, вот в эти атрибуты мы вписываем вот то, что нам нужно для того, чтобы понимать, о чем речь, да, и потом, чтобы, когда мы делаем парсинг этого документа, чтобы можно было этот документ нормально разложить, к примеру, автоматическую проводку сформировать, да, для него, потому что, и если у нас есть вот такая структура, то мы можем системе задавать правила, по которым она документ разбирает, вот эти теги находит нужные и формирует в системе нашей, формирует автоматически, например, накладную на поступление товаров и услуг. Вот, и здесь вот эта вся история, она как раз помогает системе, нашей системе, чтобы она корректно сформировала в нашей, корректно сформировала документ. Вот, теперь дальше, внутри, внутри самих, внутри самих этих наших документов, электронных, структурированных, и в любом разделе, в любом разделе, может оказаться, ну, может оказаться полезным что-то комментировать, да, и вот, вот, собственно говоря, вот он пример комментария, который я пишу, да, здесь написал, то есть он закрывается также в угловые скобочки, но начало его всегда идет с восклицательного знака. То есть это обозначает для системы, которая занимается разбором, да, парсингом вот этого электронного документа, что его, этот комментарий парсить не надо, вот, он просто имеет, он может быть техническим комментарием для программиста, который делает как раз-таки парсинг, или может быть он комментарием для человека, который сам решит прочитать этот документ, вот, потому что вот сейчас вот зная, вот правила, вот я вам рассказал, как это, как этот документ читается, как на него смотреть, вы теперь сможете самостоятельно, совершенно спокойно открыть XML-файл, не пугаться вот этой тарабарщины, а для вас эта тарабарщина сейчас выстроилась в стройную, в стройную структуру, которую вы можете воспринимать как человек, в том числе. Вот, еще раз проговорим про структуру, вернемся теперь к неструктурированному документу, да, то есть вот самое главное, вот из чего же структура этого неструктурированного документа, и в чем он, основная его характеристика является, основной его характеристикой является то, что он не содержит в себе теги, то есть обратите внимание, не содержит в себе теги именно сам неструктурированный документ, А о том, что у кого электронный документ оборот есть, вы уже чуть-чуть видели, смотрели внутри эти пакеты документов, которые приходят, мы о них поговорим позже. И сейчас я говорю именно в терминах законодательства, что именно неструктурированный документ – это та сущность, которая является основной при нашей передаче, которую вы подписываете своей электронной подписью. Он не содержит в себе теги, никакие. Он содержит в себе только вот эту сущность, не имеющую структуры, которая подписана электронной подписью. Вот. Что общего между этими документами, между структурированными и не структурированными? Самое главное, что каждый из этих документов подписан квалифицированной электронной подписью. Мы это с вами знаем. Потому что закон об электронной подписи, он там четко об этом говорит. Что юридически значимый документ оборот, он подразумевает использование электронных подписей. Значит, дальше. Что еще? Каждый документ, каждый документ, он не сам по себе документом является, а он является таким пакетом. И в этом пакете, в процессе вот всего цикла обработки документа внутри спецоператора или в наших даже системах, надо накапливать и накапливаются специальные служебные файлы, которые туда размещают системы, которые взаимодействуют с этим электронным документом. Вот. И эти файлы, они в соответствии с законом, мы их обязаны, вот этот электронный документ, мы обязаны хранить не сам вот этот документик с кэпом, а мы обязаны хранить документ со всеми файлами, которые, то есть весь пакет этих файлов. Просто многие думают, опираясь на тезис, что документ, тот файл, который подписан электронной подписью, тот и является, по сути, документом. Да. Но нам закон четко говорит, что для целей контроля, для целей хранения нужно применять, нужно хранить весь пакет, весь пакет. Потому что в этом пакете, ну мы поговорим о составе пакета, мы поговорим позже, и станет понятно, почему так надо делать. И вот, значит, что из себя представляет структура вот самого пакета файла, вот этого электронного документа. В нем есть непосредственно сам главный документ, да, то есть структурированный или не структурированный, но он там есть. Есть электронная подпись, к которой подписан этот документ, да, вот, и есть титул подписанта, да, так называемый, формируется там файлик, вот, или вставляется в сам файл, если это XML-овский, вот, в исходящий файл. Или если это не структурировано, там к нему добавляется такой специальный титул, титул подписанта, вот, и там как раз фиксируется, что это вот конкретный файл, подписан конкретным сертификатом электронной подписи. То есть там идентификация достаточно надежная. Вот, дальше, когда идет отправка, наш спецоператор, когда получает от нас документ по средствам связи, он нам дает квитанцию, что документ получил. Когда он передает документ в сторону контрагента, соответственно, есть специальная квитанция, которая подтверждает вот эту передачу. А в квитанции фиксируется, какой документ, каким, в какое время, это, кстати, очень важно в некоторые моменты, да, вот, в какое время, в какую дату был передан. И кто из сотрудников спецоператора занимался вот этой передачей. Там, более того, вот эти квитанции, они все, вы, если посмотрите пакет, то вы увидите, что там эти квитанции, они тоже содержат подпись электронную, цифровую. То есть это не просто какой-то файлик передали случайный, а там каждый файл, каждая квитанция, которая передается, она подписывается электронной подписью спецоператора. То есть сотрудника спецоператора, который занят непосредственно процессом передачи. Вот, дальше у нас есть, всегда будет квитанция спецоператора, спецконтрагента, спецоператора, который обслуживает контрагента, что они получили документ от нас, да, и квитанция, что они передали документ нашему контрагенту. Вот, и это все у нас тоже содержит электронные подписи спецоператора. То есть это они идут отдельными файликами. И что еще у нас, когда документ от нас, мы же подразумеваем, что документ подписывают с той стороны, да, наш контрагент подписывает, и он подписывает наш документ, который от нас получен. Но вот эта электронная подпись, которую он ставит, она привязывается к нашему документу через специальный файл, который называется «Титул покупателя» или «Титул получателя». Вот, и вот в этом титуле в нем как раз прописывается, это прям отдельный файлик XML, там прописывается, какой документ, его метаданные основные этого документа прописываются, подписывается, что там он получен от вас и подписан какой-то вашей подписью. И он указывается, какой подписью электронной подписан вот этот титул получателя, титул покупателя. То есть вот эта информация об этих подписях, она вся поступает тоже в этот пакет. И вот смотрите, что мы с вами говорили. Говорили, да, сколько мы говорили. Вот, по сути, каждый документ, он содержит в себе сам документ, вот сама каждая квитанция содержит подпись, да, каждый чих содержит подпись. И у нас получается стандартный пакет документов минимально в себе содержит там до 15 файлов. А в некоторых случаях содержит и больше файлов, да, вот этот пакет, потому что случаются ситуации, что есть двойной-тройной роуминг, да, что, например, у спецоператора, у которого обслуживается наш контрагент, у того спецоператора нет прямого роуминга с нашим спецоператором. Ну, такие, чтобы было понятно, в Российской Федерации в данный момент, вот, реестр, если вы посмотрите, он опубликован на сайте Минцифры, вот, там есть реестр этих спецоператоров, и там 100 плюс спецоператоров. 100 плюс, то есть там больше 100. Это много. Вот. И не у каждого, и поверьте, не у каждого с каждым есть настроен роуминг, да, роуминг – это когда у них контрагент от одного спецоператора передает документы в другого спецоператора. То есть вот такого роуминга нету, вернее, у большинства друг с другом нету прямого роуминга, но у них есть, как правило, такие, так называемые, ну, как промежуточные звенья, через которые они все равно могут передавать, например, в большую четверку спецоператоров. Большая четверка спецоператоров – это для информации для вас, это не реклама, это просто информация. Вот, у нас это Диадок, да, это Контур-Диадок, это у нас СБИС, Тензор который, это у нас Калуга Астрал и Такском. Кстати, по Калуге Астрал хочу сказать, там буквально на прошлой неделе случился коллапс, у них отозвали лицензию у их удостоверяющего центра, и поэтому сейчас у кого есть КЭПы вот этой вот Калуги Астрал, вам надо их поменять на вот эти, они там предоставляют какого-то бесплатного регистратора своего же, наверное, который вам эти КЭПы поменяет. Ну и, соответственно, у всех операторов, по крайней мере, у большой четверки точно, вот, ну, у Диадока и у Тензора, вот, просто 100%, потому что я с ними постоянно взаимодействую. Вот, у них от Калуги Астрал, если подписан сертификатом Калуги Астрал документ приходит, они его блокируют, они его не пропускают. Вот, имейте это, кстати, в виду. Так, теперь, что у нас есть по порядку работы с электронными документами при юз-эдо, да, юридически значимым электронным документам обороте. У нас нету никаких, в данный момент, в данный момент, обращаю внимание, законодательством не предусмотрены какие-то ограничения, да, по применению структурированных или не структурированных документов. То есть, мы их можем применять как угодно. Причем, смотрите, какую штуку я хочу сказать про структурированные документы, да, я об этом не сказал вначале, но сейчас скажу. У структурированных документов, они могут быть, во-первых, самое главное, они могут, структуру этих документов, их могут утверждать на государственном уровне, да, то есть, например, вот, в частности, документы УПД, да, вот эти электронные счета фактуры, вот это все устанавливается 970 стандартом сейчас, последний, да, новый, который тогда будет, и он сейчас запускается активно, вот. Вот, и 820 стандарт, который еще действует, да, вот на переходный период, то есть, вот там вот, например, да, есть установлены вот эти форматы. Потом, у некоторых спецоператоров есть тоже внутренние свои сервисы, которые позволяют обмениваться документами, которые структурировали другие первичные документы для того, чтобы обеспечить своим пользователям нормальный документооборот электронный. Они структурировали практически все там документы, да, то есть, там у них и акты выполненных работ, и там всякие, эти, как называется, ТН-ки, ТТН-ки, и там какие-то кассовые документы они передают. Вот все, что там, вот если посмотрите, там, у каждого спецоператора, у них вот этот вот целый зоопарк вот этих вот структурированных документов, и получается, что если вы работаете с каким-то спецоператором, да, внутри, и у него внутри есть свой набор каких-то документов, которые вас устраивают в вашей работе, то вы можете своим контрагентам предлагать подключаться вот к своему спецоператору. Например, вот кто работает с сетями, да, вот торговыми сетями, у них там, у них у многих есть, насколько я помню, Edisoft, да, вот они, оператор Edisoft такой есть, вот, а у них, у них очень сильная вот эта вот заточенность под работу с сетями. У них там специальные протоколы, специальные там документы есть внутренние, которые удобны сетям, вот, и, собственно говоря, все, кто работает с этими сетями, подключаются на этих, на этого спецоператора и работают. Почему я говорю, что надо, ну, что придется подключаться к операторам? Потому что в данный момент законодатель не ограничивает работу вот этим, обмен документами внутри спецоператора, ну, не то, что там, не внутри спецоператора, неправильно я говорю, не ограничивает работу со структурированными документами. То есть они могут быть как централизованные, да, государственные форматы, структуры. Может быть, а можете вы вдруг, вы с контрагентами можете договариваться, с каждым контрагентом вы можете договориться о своей структуре любого документа электронного. То есть, вы любой документ можете оцифровать, описать его структуру и эту структуру предлагать к обмену через электронный документ оборот. И у вас эти документы, вы их формируете в своей системе, соответственно, вы договоритесь как-то со своим контрагентом, чтобы он в своей системе эти документы парсил, как-то их обрабатывал. И вы можете их передавать как внутри спецоператора, так и между разными спецоператорами. Другой вопрос, что вот эти документы, которые не имеют государственной структуры, они пересылаются между спецоператорами в виде неструктурированных документов. То есть, они их упаковывают внутри при отправке по роумингу, они их упаковывают специальным образом, преобразовывают. И они проходят для другого спецоператора в роуминге, они проходят просто как неструктурированный документ. Хотя там лежит тот же самый XML-чик, подписанный. Но так как у них там структура своя, у каждого документа может быть, то они его считают неструктурированным, потому что они структуру эту понять не могут. Вот у них, слава богу, они там друг с другом договорились по поводу этих централизованных форматов от FNS. А вот эти остальные форматы у них у каждого разработаны. И в данный момент работа по какой-то посинхронизации вот этих остальных документов между спецоператорами в данный момент работа идет очень-очень вялая. И то это между вот этим диадоком и СБИСом идет работа. И она у них не стоит на первом месте. У них сейчас просто много других забот с переходами на машиночитаемые доверенности и прочие истории. Вот. Поэтому здесь вот эта тема по электронным документам, по электронным документам, юридически значимому обороту между операторами, она вот такая. Теперь по поводу полноты, да, вот этого электронного документа. Вот то, что я вам сказал раньше, состав пакета электронного документа. Вот. Мы должны либо автоматически, да, либо вручную, да, мы должны контролировать, да, что у нас накапливается вся необходимая информация, да, по этому документу. То есть у нас есть, у нас есть вся, ну вот мы понимаем, что от нас требуется, да, это что мы оправляем наш документ, подписанный нашей электронной подписью через нашего спецоператора. Мы должны получать от него все квитанции, связанные с обработкой нашего документа внутри. Вот. Если мы получим, если есть роуминг, то, соответственно, все, все документы, все квитанции от роуминга, да, со всеми подписями электронными от сотрудников спецоператоров, участвующих в роуминге. Вот. И понятное дело, что контрагент, когда подписывает, от него в любом случае к нам приходит титул получателя или титул покупателя с электронной подписью, соответственно, контрагента. И еще у нас же, у нас уже больше, у нас уже год, уже с 1 сентября прошлого года, 23-го года, и вот с 1 сентября 24-го года станет обязательным к применению эта машиночитаемая доверенность, да. То есть машиночитаемая доверенность, она проходит, она тоже идет в пакете, то есть у некоторых операторов, у всех операторов нету согласия по поводу того, как они эту передают машиночитаемую доверенность. Но самое главное, что они до чего договорились, что они, по крайней мере, где-то в пакете документов, как правило, в титуле покупателя или в титуле продавца, они вписывают в специальный текстовый тег, они вписывают туда МЧД ID, да, вот идентификационный номер вот этого, вот этой вот машиночитаемой доверенности. Вот, но это потому, что пока еще вот эти общие стандарты, которые есть, например, для универсальных передаточных документов и для вот этих вот универсальных корректировочных и прочих, да, вот, которые утверждены законодательством, вот, по ним еще действуют вот эти старые приказы. Ну, вот, например, по УПД, по УКД, вот по этим документам, по ним уже 970-й формат, он уже утвержден налоговый, и он должен начать использоваться на полную катушку, насколько я помню, с 25-го года. Вот, и получается, что вот этот формат как раз-таки новый, который утвержден, он в себе уже содержит теги, которые позволяют записывать туда как раз полномочия и данные вот этой машиночитаемой доверенности уже прямо в тело самого документа, который мы подписываем. По крайней мере, когда документ будет, исходящий документ, да, он уже будет содержать в себе, будет содержать в себе информацию о машиночитаемой доверенности, вот, то есть прямо полностью она туда будет копипаститься из блокчейна и ФНСовского. Вот, и когда будет приходить к нам титул получателя или титул покупателя, они уже будут в себе содержать уже то же самое все нужные теги, в которых будут прописываться данные машиночитаемой доверенности. Но хочу сказать одну штуку, чтобы тоже, кстати, про машиночитаемые доверенности, чтобы, ну, чтобы ни у кого не было иллюзий. Сами доверенности, насколько она валидная, да, спецоператор ее проверяет, да, что она действует, она еще не закрыта, она еще не отозвана, вот, он ее прям показывает, они ее как бы, они ее проверяют. Но они это делают информационно, то есть они для нас просто подсвечивают, например, у диадока, я вот работаю плотно с диадоком, например, да, у диадока, у него прямо в правом верхнем углу документа, по-моему, и у ЗБИСа также, вот, у них прям подсвечивается, что если есть машиночитаемая доверенность, и там, если с ней все в порядке, она зелененьким подсвечивается. Если что-то не в порядке, он подсвечивается красным, да, ну, или там, если какая-то некритическая ситуация, он там оранжевым подсвечивает ее. Ну, то есть, в принципе, у них вот такая есть, но при этом они документ этот к вам передают, то есть они его не, если там что-то не так с машиночитаемой доверенностью, они документ вам передают, вот, и я делал запросы, разговаривал со спецоператорами, и спецоператоры говорят, ну, а что, мы работаем, говорят, мы не имеем права ничего блокировать при передаче документов. Нас законодательство не дает таких полномочий. Мы можем в лучшем случае проверить вам подсветить что-то, но это будет как бы нашей просто доброй волей, жестом нашей доброй воли. А так, обязанность по проверке и удостоверению вот этих всех атрибутов электронного документа, в том числе машиночитаемой доверенности, является обязанностью проверять это, эта обязанность возложена на участников операции, да, то есть на вашего получателя и на вас, если вы отправляете документ. Ну, и наоборот, если вы получаете, и тот, кто отправляет. То есть вот эти контроли за валидностью, за легитимностью составных частей вот этого электронного документа, а контроль за этими вещами должны вести вы, как пользователи вот этой системы. То есть сам спецоператор, еще раз говорю, он выполняет функцию только электронной почты, он просто почта. В него что положили, он то передал. Вот, и в данный момент законодательством нету, они не обязаны по законодательству вот какие-то делать, ну, какие-то как-то блокировать прохождение документа. Они могут вот сейчас, единственное, они вот сами блокируют, что им, вот, например, то, что я сказал про Калугу-Астрал, да, там у нее отозвали сертификаты, и вот они эти сертификаты, которые недействительные, они их как бы блокируют. Вот, но и то они, вот именно, что блокируют как бы, потому что по факту документ, он есть. То есть там есть способы получения даже этих заблокированных документов. Но другой вопрос, что там сертификат электронной подписи, он уже недействительный, там, да, то есть вот его получить, получите, но только толку от него для вас никакого нет. То есть подпись является недействительной. Так. Ну, собственно говоря, это, так сказать, как говорится, я не устаю повторять, что вот обработка и хранение электронных документов, любых юридически значимых, они должны обязательно храниться всем пакетом. Вот, они должны храниться, они должны храниться оба. Я даже, вот, знаете, некоторые операторы, я скажу так, некоторые спецоператоры, они предоставляют такую услугу и говорят, ну что вы беспокоитесь, вот храните вот эти ваши документы, вот эти ваши, вот эти электронные документы. Пускай хранятся у нас, на нашем сервере, вот, что они вам, не нужны там, что вам тратиться. Я вам рассказываю, коллеги, вот, что тратиться на то, чтобы хранить эти документы нужно. То есть я говорил об этом уже давно, я уже, ну, лет семь, наверное, да, лет семь я уже бью тревогу по этому поводу, что не надо полагаться на вот эти облачные сервисы, которые там предлагают хранить вам ваши документы. Вот, потому что с этими сервисами происходят всякие неожиданные неприятности. Вот, например, там, типа, вот как Калуга Астрал работала, работала, и что-то раз-раз одним днем у них отозвали вот эту сертификацию на удостоверяющий центр. Как спецоператоры они еще работают, а вот как удостоверяющий центр уже у них отозвали. Вот, одним днем сделали, причем отозвали 20-го числа, а ребята из, например, из Калуги Астрал, они письмо разослали 23-го числа, да, 23-го 07-го, 20-го 07-го отозвали, а они 23-го рассылку сделали. Вот, причем 23-го вечером, и, например, мне от Диадока пришла рассылка, что мы 24-го в 0-0 часов уже перестаем принимать документы, подписанные КЭПами Калуга Астрал. Ну, замечательно, замечательно, то есть там, если учитывать, что они там большая четверка там, да, то там получается, ну, как минимум процентов 30-то у них есть КЭПов, которые они выдали. Я вот, ну, это настоящий коллапс, вот они создали вот эту ситуацию. Поэтому это очень поучительная история, да, зачем я об этом говорю, что надо, надо все-таки озаботиться, чтобы хранить вот эти документы, пакеты вот этих файлов, хранить у себя в своем электронном архиве. И это, причем, смотрите, там сами дисковые пространства, которые требуются на вот это, на хранение вот этой всей информации, его много не надо. Ну, как, в зависимости, конечно, от вашего документа оборота, который у вас есть, да, но там в целом, вот я примерно могу сказать, в среднем там примерно 150 мегабайт один документ, да, даже максимум 150 мегабайт, если вы передаете документ обычным этим, ну, как обычной передаче. А если у вас там какой-нибудь там совершенно структурированный, совершенно легкий документ, там может там и 15-20, может быть, 50 мегабайт, это максимум будет у вас. Поэтому это по современным меркам, это ни о чем. Вот, поэтому имейте в виду, что вот хранить, обеспечьте себе хранение вот этих ваших электронных документов и юридически значимых хранения, на своих где-то серверных мощностях. Вот, причем, говорю еще раз, это не требует больших, больших объемов носителя. Там эти сейчас, тем более, продаются вот эти достаточно недорогие вот эти дисковые массивы, да, там настраивайте рейд себе там, да, ну, рейд это, ну, кому интересно, короче, айтишнику, с вами говорите, настрой мне рейд массив там, да, чтобы у вас рейд, он что дает, например, у вас там этот массив, пакет дисков, он состоит, там, например, 4-5 дисков там, да, вот. Вы можете их все использовать вот как хранилище там, да, вот одноуровневое. А можете, сказать, логическую разбивку сделать, например, на 2 части, половину, ну, короче, пополам ровно. И сказать, что вот это рейд у вас, массив, да, то есть в чем его фишка, что он, информация там дублируется. То есть при выходе из строя какого-то диска одного там, да, в этом дисковом хранилище, ну, мало шансов, что у вас выйдут из строя сразу там все диски. Как правило, выходит один-два диска из строя. Но получается, что если в одном диске из этого массива у вас он сломается, выйдет из строя по любой причине, то у вас информация не потеряется, вы ее, у вас она останется в этом рейде, да, в этом, во втором, во втором куске вот этого рейда. Вы ее сможете восстановить очень быстро, не затрачиваясь на какую-то дорогостоящую процедуру по выемке информации со сломанного диска. Вот, поэтому вот эти делайте, покупайте себе хранилище, делайте рейд и пользуйтесь, радуйтесь там, да, вот эти облачные сервисы, я говорю, это штука хорошая, облачные сервисы, но, кстати, учитывая, что вот эта технологичность вот эта, вы можете просто облачный сервис тоже настроить для хранения, но резервную копию у себя вот именно по технологии вот этой вот дублирования, да, да, рейд, можете настроить, чтобы у вас там часть была, одна часть этого рейда была в облаке, вторая часть рейда была у вас в вашем жёстком диске вашей компании. Вот, ну, там уже правила, там ваши айтишники сами настроят. Так, теперь дальше у нас, что еще? Хочется сказать, что, ну, конечно, я сегодня там рассказал вам как-то голопом по Европам, конечно, да, там времени наш, ну, наш формат, он не позволяет там сильно глубоко погружаться в какие-то вопросы, вот, но, тем не менее, учитывайте, учтите, что технологии постоянно меняются, вот, наша жизнь меняется, вот, не всегда вот эти автоматизации не всегда несут облегчение, да, вот, кстати, в случае с электронным документооборотом, например, по опыту моих клиентов, ну, я скажу так, у большинства трудозатраты на обслуживание электронного документооборота возросли, возросли, потому что, ну, там есть нюансы, там, по нюансам мы можем позже поговорить, или вот вопросы зададите, я на вопросы отвечу, если кому интересно, что за нюансы возникают. Вот, поэтому изучайте вот эти все, ходите к нам на вебинары, ходите, я периодически буду вот эти темы поднимать, вот, приходите на вебинары, будем рассматривать с вами новые фишки и как с ними жить, и как, как говорится, и как с ними бороться, вот так, потому что очень важно, сколько вход и сколько выход стоит, да, чтобы не было вход рубль, выход два. Так, ну, вот, собственно говоря, спасибо за внимание, вот, если есть вопросы, пожалуйста, задайте, вот, если есть письменные вопросы, задайте их письменно. Миш, есть что-нибудь у нас письменное пришло? Нет, письменно пока что ничего нету. Так, ну, коллеги, в принципе, если есть, а, вот кто-то в чат что-то все-таки уже прислал. Так, давайте смотреть. Это поблагодарили, это, наоборот, спасибо вам, что приходите на наши вебинары и слушаете. Да, благодарим вас, да, да. Так, ну, коллеги, что еще у нас, если вопросов нету? Я могу, если вопросов нет, я могу, в принципе, у нас сколько еще, да, у нас еще 8 минут есть, да? Да, еще 8 минут есть. А вот, давайте тогда я просто расскажу вот эти нюансы, которые касаются того, что, почему я считаю и почему вот мои клиенты считают, что трудозатраты возросли на электронный документооборот. Рассказываю. Значит, электронный документооборот, его одна из особенностей в том, что в наших отношениях, если раньше, когда мы бумагой обменивались, то у нас в отношениях были только мы с вами, например, да, ну, я, например, как продавец, и вы как покупатель. То есть, нас было двое. Условно говоря, да, двое, если брать юрлицо как одно лицо, да, то два юрлица, или там, да, вот это мы являемся, нас всего двое во всей операции участвуют. Теперь, когда появился электронный документооборот, в наших отношениях с вами появились еще как минимум два агента разных, да, первый это наш спецоператор, да, второй это еще лицо, который знает, это сотрудник этого спецоператора, который подписывает квитанции и делает обработку наших документов, чтобы они пошли дальше по назначению. То есть, вот, получается, еще добавилось. Если там присутствует роуминг, то, соответственно, еще в каждом роуминге вот эти документы, они тоже наши проходят. И какая есть особенность вот этой всей ситуации, что эти спецоператоры сохраняют все, что через них проходит, и они эти документы хранят долго, долго, долго. И если вы, например, по какой-то причине, вот, если раньше мы с вами, например, делали документы, и типа, оп, ошиблись, там, да, что-то сумму не те включили, там, да, еще что-то там накосорезили, там, номенклатура не та. Мы раз-раз друг дружку бумажки прислали, типа, все поменялись, там, эти в шрёдер опустили старые бумаги, новые у нас остались в бухгалтерии лежат. Вот, а теперь, когда есть вот эти третьи лица, если вы что-то накосорезили, там, да, что-то в документах сделали какие-то ошибки, то эти все ошибки, они останутся в интернете навсегда. Это, знаете, тут работает правило, то, что попало в интернет, остается в интернете навсегда. Вот, и здесь получается, какая фишка, что вот эти ваши ошибки, когда вы их допускаете в документах, там есть процедура у скрицоператоров отозвать документ, или там у них есть аннулировать документ. Ну, конечно, вы его аннулируете, документ. Но вы думаете, этот аннулированный документ будет нажатой кнопкой DEL, и он удален? Да ничего подобного. Этот документ, он хранится до посинения у этого спецоператора. То есть, пока вот у вас срок, пока срок хранения там не стечет для вот этого вида документов, там 10 лет, например, да, вот, то он 10 лет будет хранить вот эту ерунду. И понимаете, что вот это как бы для нас ерунда с вами, да, мы что-то тут напутали там, да, поменялись там, да, вот, а для налоговой-то, например, если они захотят что-то выяснить про нас более подробно, да, для налоговой или там для каких-то других проверяющих служб, не будем говорить про какие, но мы знаем какие, вот, они-то, собственно говоря, что делают? Вот, они имеют право запросить у спецоператоров все на весь наш документ оборот. То есть, поэтому, если мы что-то там косячим, вот, то эти косячки, они все остаются, они все видны. И поэтому, почему, как это связано с увеличением трудозатрат? Да потому что возрастают издержки на предварительный контроль вот этих документов, которые мы отправляем по электронной почте, по электронному документу обороту. Вот, там получается, что мы должны 25 раз удостовериться, что документ правильный, что все там хорошо. То есть, наше взаимодействие с контрагентом, оно протекает все равно вне электронного документа оборота до того, как мы отправим электронный документ. Понятное дело, что не во всех это случаях происходит, да, в подавляющем большинстве ситуаций, там, в 95%, условно говоря, документ там что, сформировали, нажали кнопку отправить, бахнули подпись и поехали, и полетели, да. Это, да, имеет место. Но, вот, как правило, вот эти 5% операций, о которых я сказал, которые все-таки проходят вот как-то непонятно, там, да, нестандартно, назовем это так, вот там как раз очень чувствительные какие-то вопросы всегда возникают в этих местах. И вот эти-то 5% там, да, тут даже, тут даже нет, наверное, не 5%, тут, наверное, работает закон Парета все-таки, да, закон Парета, знаете, 80-20, да, то есть, что 20% документов идут, дают 80% всей информации, да. Вот, а 80% документов сейчас даже, да, вот, скорее всего, да, такая вот будет статистика, что 80% документов, скорее всего, которые 20% оборота всего дают, да, но они дают, но, скорее всего, там вот в этих 80% документах будет косяк. И эти косяки вот в нужный момент кто-нибудь вытащит, как говорится, из-под скатерти или из папки личного дела нашей фирмы и скажет, ага, а вот тут-то вы чем занимались? Поясните-ка, товарищи подписанты. Вот, и учитывая, что еще подписанты сейчас, кстати, кстати, вот с этими МЧД, машиночитаемыми доверенностями, сейчас же подписантами-то становятся физические лица, то есть, если раньше генеральный директор подпись лепил, да, там генеральный директор мог быть любым человеком, да, вот, который, может быть, даже и в компании и не появляется, но подпись его есть, то сейчас подписывает физическое лицо. Вернее, так, генеральных директоров, о которых я сказал, их тоже никто не отменял, да, ну вот, но как бы для ускорения-то, да, раньше-то выдавалось КЭП от юридического лица, и все равно все последствия, за все последствия отвечал генеральный директор. С главным бухгалтером. А сейчас-то физлицо с машиночитаемой доверенностью, то есть, сейчас вообще персонализировала соответственность, понимаете, и поэтому сейчас для каждого из нас вот эти риски каких-то ошибочных действий, они многократно, да, даже существенно выросли, то есть, на порядке выросли. Тут просто даже предположить невозможно, да, вернее, возможно предположить закон, который на 63 ФЗ, да, об электронной подписи, там четко есть, там, по-моему, в первой статье, там, ну, или во второй статье, там, есть очень четкий абзац, который звучит так, что документ, подписанный электронной подписью, по своей юридической значимости, приравнивается к бумажному документу, подписанному собственноручно. То есть, вот эта электронная подпись, это как бы, ну, так себе история, то есть, это не то же самое, что бумажный. Бумажную подпись можно было как-то от нее, как говорится, отказаться, да, там, придумать какие-то варианты, что я не я, там, подпись не моя. А тут все, КЭП. КЭП выдан в удостоверяющем центре, этот КЭП прошел через подпись. То есть, если этот КЭП, если вашей квалифицированной электронной подписи кто-то шлепнул какой-то документ непонятный, то вы потом никак вообще не откажетесь от этого. Подпись-то ваша. Вот, и поэтому я это к чему еще говорю, что не оставляйте эти свои сертификаты электронной подписи где-то в рабочих компьютерах воткнутыми. Или, не дай бог, еще в хранилище электронных ключей не копируйте на компьютере, потому что там хакеры охотятся за этими подписями. А я объясню, почему надо бояться этого, потому что сейчас вот с этой, с подписью, электронной подписью физического лица, совершенно спокойно злоумышленник может на госуслугах продать вашу квартиру, вашу дачу, вашу машину, да что угодно. Вот, любое действие совершите, подписать электронной подписью. И это будет операция считаться правильной. Вот, и все, вы придете домой и удивитесь, что у вас дома даже замки-то уже не ваши стоят, да, и люди какие-то другие ходят. Вот, поэтому вот имейте это в виду. Вот, кстати, чтобы про недвижимость, лайфхак, чтобы вас ее не отжали вот таким образом, придите на госуслуги и подпишите там, подпишите заявление, что, госреестр, заявление, что никакой электронной подписи при операциях с вашей недвижимостью не принимать, чтобы личное физическое присутствие было. Вот, в какие-то моменты это может вам помочь, а в какие-то моменты, наоборот, будет якорем для вас. Ну, короче, каждый сам для себя принимает решение. Ну, вот так, собственно говоря, на этой параноидальной ноте, там, да, вот, я позволю себе закончить. Если вопросы появились, то задайте. Еще осталось там две минуты, мы, наверное, можем потратить. А если вопросов нет, то, как говорится, я был вас безумно рад всех видеть. Вот, надеюсь, что наше совместное времяпровождение доставило вам массу пользы. Вот, так что давайте на этой. Вопросы задайте. Ну, вопросов, судя по всему, нет. Вот, тогда, коллеги, тогда было приятно вас увидеть. Вот, приходите, приходите к нам, смотрите за носами. Я появляться буду регулярно с какими-то новыми фишками. Михаил, все, да? Да, все. Всем хорошего дня. Спасибо, что пришли, коллеги. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!